Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество за Аравию арабов, за Аравию арабов, за Арабскую империю, проходить Seedmare Civilization 6 на последнем уровне сложности на божестве. С самым важным условием я всем должен сразу же объявлять войну, как только их встречаю, и не мириться ни в коем случае до конца игры. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу, спасибо им за поддержку. Итак, мы в очередной раз вышли в нормальный обычный век. Почему-то в комментариях спрашивают, почему я так расстраиваюсь, что выхожу в обычный век, потому что в золотом понятно, что есть бонусы, а в темном веке, несмотря на то, что там типа меньше лояльность, но карточки черные тоже дают бонусы. Да, там есть и штрафы в этих карточках, но они вполне, ну знаете, их можно терпеть. И тем более, что после темного века можно выйти потом в героический, что тоже очень классно. А нормальный век, он вообще никаких бонусов вообще в принципе не дает, вообще никак. Так, ну исход евангелистов уже бессмысленно получается брать. Монументальность, ну как-то районы я уже тоже... Давайте, наверное, уже здесь живут драконы. Попробуем, я точно в каравеллы должен выйти, попробуем всех открывать и на этом наконец-то заработать очков для выхода в золотой век. Так, в Багдаде все спокойно, но не хватает жителя для строительства райончика следующего. Так, блин, что-то я подзабыл на самом деле, что я тут... Ну, тут, во-первых, вот приехал китаец. Я так думаю, что мне, кстати, надо бы поставить карточку и поднастроить три рем побольше. И чтобы было кого апать в каравеллы, вообще прямо в каравеллы прямо даже пойду. При этом здесь наемников восемь наземных боевых юнитов. А у меня сколько? Давайте проверим. А у меня их только три. Тогда я наемники не буду ускорять. Мне нету смысла строить наземные боевые юниты, потому что... Ну, они мне не нужны, короче. Всадника я дострою, чисто чтобы получить ускорение за использование лошадей. Так. В Каире я, конечно, думал достраивать, ну, строить промышленную зону, но мне кажется, что тут надо все-таки... Блин, ну хотя, с другой стороны, уже разгонять науку... Мне не особо сейчас наука нужна. А вырастет ли Каир до десяти? Вот еще один вопрос такой интересный. Ладно, в Медине водяная мельница, тут четыре хода до семи. И здесь, конечно... Так, пятнадцать... Двадцать четыре. Блин, а вот в Медине и кампус нужен. Вот в Медине бы я, наверное, реально вместо промышленной зоны сначала... Стоп, а где тут священ... Напугал, а меня Мединами, показал. У меня был выбран Каир, а на Медине смотрю, что там священное место построено. Думаю, как это я так построил? Я вот тут реально бы, наверное, священное место сначала строил. Ладно, четыре хода, пингала... Я бы торговца купил просто... У нас из Саны не бегает, похоже, да? У нас из Багдада бегает, из... Из Саны и Думья-то не бегает. Но Думья-то и так уже большое. Сюда как раз из Саны давайте запустим торговца. Просто куплю. Так, тогда давайте думать, что в Медине на четыре хода. Наверное, рабочих. Наверное, просто рабочих. Блин, карточку бы поставить на еще... Вот эту мы уберем. Тут, похоже... Хотя мне в Дамаске еще осталось. В Дамаске надо будет еще построить. Так, и вот здесь еще что нам делать? Древние стены. Наверное, тоже пока строители. Так, что этим строителям обрабатывать? Ну, во-первых, у нас уже есть... А, я же хотел тут убрать... Да, вот тут надо убирать сначала овец. Потому что тут акведук в Багдаде нужен реально побыстрее. Он жилье даст. Гадостливая какая. Наверное, на прошлом ходу началось возрождение. Так. Стоимость производства и приобретения юнитов. Ну, очень хотелось бы снизить за производство, честно говоря. Мне сейчас будет очень в тему 3М настроить. Новые районы построены этим игроком. Ну, я за себя проголосую, но это мне не так сильно надо. Так, вот тут я за производство прям валю. Хотя, слушайте, и районы мною... Давайте везде попробуем в себя влить. Да, максимум. А тут 5, тут 4. Все равно, опять же, кто не в курсе, каждый раз напоминаю, но народ забывает. Если ваше предложение не проходит, то вам все очки, которые вы в голосование влили, возвращаются. Они не возвращаются только в случае, если проходит предложение. Так, снижено за производство. Отлично. Существует культурный охват. Саладин. Отлично. Я почему думал, что вот это пройдет? Ну, потому что тут обычно каждый сам за себя голосует по одному голосу, и все. Тут не бывает, что они так много в себя. Хотя, кто-то проголосовал против какого-то игрока неизвестного. Прикол. Так, а что за счет производства? Да, смотрите. А, тут на этом случае мне не получится вам показать. Ну, ладно. Короче, прошло. Снижено за производство. Ну, тут дофига за производство было. Раз, два. Так, 20 голосов. 29. Да, тут, короче, дофига за производство проголосовали. Очень хорошо. Сможем. Так, давайте пока здесь делать фермы. А, я еще хотел эти. Точно, курганы, кахоки. Ну, давай сначала тут ферму, а курган, кахоки я сюда поставлю. Хорошая штука. Три золота и жилье. А потом она еще, по-моему, и счастье должна давать. Три золота. Одну единицу удовольствия от первого построенного кургана. А после открытия естественной истории города получают еще одно удовольствие. От второго кургана, правда. Ну, то есть, мне пока один нужен. И одну единицу пищи за два соседних района после открытия феодализма. Одну же и дополнительно нужно посадить культурного наследия. Ну, по-моему, офигительное улучшение. Есть всадники. За это очко эпохи получаем. И за это пулю получай. Куда он всадник? Давайте пока... Какой-нибудь в Дамаск отправим. Они больше силы, чем... Нереально, надо следующим ходом три рем поднастроить. А то тут как-то... Быкует, прямо скажем. Ну, надо, наверное... Так, проявим, что тут синагоги везде есть. Надо, наверное, покупать еще апостола и укреплять религию. 145. Следующим ходом окончательно укреплять. Лян в Дамаске. Но на аквакультуру она еще не прокачена, да? Вот тут надо бы купить рабочего, конечно. Нет, давайте мы следующим ходом поставим карточку на плюс два действия. У меня, походу, вебка зависла, что ли? Отвисла. Что-то, что-то... Какие-то проблемки были. Так. В Каире. Наверное, все-таки сначала промышленную зону. Блин, кампус тоже хочется, но... Мне тогда не будет хватать еды. Я надеюсь, что я за счет этих клеток вырасту до 10 и тогда поставлю кампус вместо этой фермы. Поэтому тут все-таки сначала промышленную зону. В джиде амбар. Можно расти. Так, ну тут промышленная зона все-таки пока ничего вообще не дает. Тут только плюс один. Плюс шесть она будет только после... А у нас до... Знаете, давайте я отложу на один ход, чтобы сразу начать строить... Эти... Дамбу, чтобы сразу начать строить. И тут я везде отложу. Я не буду гавань пока в Дамаске. Я хочу во всех прибрежных городах сразу три ремы еще построить. Так что просто откладываю производство. Заканчиваем ход. Торрес Дель Пайны встретили. Нашли, точнее. Это мне какая-то ГГшка войну объявила. Бандар Брюней. Ух ты уплыла. Отлично. Это меня устраивает. И Кахокия ведет свои наземные войска, чтобы разбираться с квадриремой той. Но это... Это несерьезно. Так, значит, сначала меняем на Теократию. Значит, плюс 100% к созданию морских юнитов. Реализмой мощи против иноверцев пока не надо. Ну, кстати, это в данном случае будет неплохо работать. Содержание юнитов нет. Соседства промышленной зоны пока ни одной нету. Да, все нормально. Столько эти вассалов потом тоже... Но я пока это оставлю, что Гавань думал тоже строить. Все-таки пускай будет. И здесь ставим... И здесь ставим... Где плюс? Вот, строители получают два действия. Так. Соседства кампуса нет пока. Ну да, вот так и оставим. Плюс это снижает стоимость покупки религиозных юнитов. Значит, я могу купить апостола подешевле. Не 145, а 115. Теократия снизила. Сейчас доукрепляем религию. Да. Катя всех дипломатических... У меня больше, походу, дипломатических очков не будет. Потому что у меня будет уровень претензий только возрастать. Из-за того, что я всем войну объявляю. Тут лечимся. Галера. Один ход. Потом Гавань. Конечно, интересный вопрос. Наверное, все-таки сюда поставлю. Тут можно будет соседство, чтобы... Пшеницу не убирать. Так. В Думьяте тоже Галера. В джиде дамбу. Ну, тут дамба, как и долго будет строиться, к сожалению. Но я очень хочу именно дамбу сначала начать, чтобы... Вот эта река будет очень серьезно развиваться. Если я начну строить промышленные зоны, я просто буду с проблемами здесь сидеть. Так, и ссаны. Вот так. В Медину найду и производство пока. Тут мы здесь лесопилку. Тут вырубаем овец. О, 7. Но сначала Галеру, а потом... Потом Акведук. И после Акведука уже подумаем, какую промышленную или кампус ставить. Послов пока никуда не отправляем. Нам не то что... Вряд ли у меня получится удерживать эти города-государства. Понимаете? Мне важно именно Кахоки удерживать. Это единственный мой город, с которым я могу вообще деньги получать. Из-за того, что я всем планирую войны объявлять. Так, ну... Точно наем... Нет, давайте наемников мы откроем, когда откроем Галеры. Правильно? Пошли в дипломатическую службу, которую я не смогу никак ускорить. Сто процентов. Так, войну объявили. Мокша в сане занял... Должность. А когда Дамаск обратиться, интересно? Я пока только Дамаск не обращен. Это вообще как-то влияет? Мне что тут... Давай дисциплины там нету. Стоимость миссионеров никак не влияет. Я бы, наверное, еще Галеры построил. Давайте, может, в Алеппо и Мекке еще... Типа, переключим на Галеры. Ага, тут у нас варварцы стоят. В Мекке. Да, давайте один ход, Галера. Нормально. В Алеппо. Два хода, правда. Так, тут мы начинаем. Акведук. Лесопилочка. Давайте в Думьяте еще одну Галеру. У нас тут флот самое главное. Будем... Я думаю, что ко мне будет компьютер посылать наземные войска. И мне надо будет просто каравеллами стоять, засвечивать на дальних подходах эти наземные войска, чтобы их уничтожать. Как они будут подходить. Так, проповедуем верование. Что осталось? Посол в каждом городе государства, когда этот город впервые переходит в эту религию. Нет. Культура за каждых четырех последователей. Наука за каждых четырех последователей. Две веры за каждый город, исповедующий эту религию. Компуса и центры коммерции дают по одной науке лей золото. Либо... Ну вот, чудо света мы вряд ли сможем много. Но я все еще... Мне что-то из этих четверых надо выбрать. Ну потому что... Хотя, слушайте, компуса на плюс один. Это же... Ну это же не за соседство будет, а просто плюс одна наука, да? Если бы за соседство, то возможно... Блин. Вообще интересный вопрос. Так, я ни одного кампуса еще не построил, так? То есть мне это никак не проверить вообще-то. Ладно, давайте, наверное, все-таки одну науку за каждых четырех последователей. Но мне кажется, это немного будет давать. Вообще плюс десять добавила. Просто сразу плюс десять. Так, пошли-ка вот тут вырубим лес. И потом шахту поставим. Так, давайте здесь купим строителя. Багдати опять жилья не хватает. Ну, мы для этого акведук строим. Сразу будет плюс пять. На самом деле, так недостаточно довольства. Тоже проблемка. И у меня, кстати, из необработанных ресурсов роскоши осталась только черепаха вот эта, видимо. Еще раз проверим. Блин, вот мне кажется, на этом острове нужно тоже еще какой-то город ставить. Так, соль обработана, свинина обработана, табак обработан, янтарь обработан. Да. Но у меня еще развлекательные эти стоят. Ну, это скорее даже, наверное, не развлекательные, а... Аквапарки надо будет ставить, потому что они больше счастья дают и дальше действуют. Купы мореплаватель. Так, а где мы с ним встретились? А вот он приплыл, да? Адмиралом. Сорян, купы. Но ты мне как-то сразу не понравился. Блин, там он плывет, у него квадрирема. Факинг щит. Слушайте, а если он будет атаковать меня вот отсюда, я же не смогу ему ничего сделать, да? Ну, я ладно, я открываю каравеллы. Так что пускай атакует. Нам надо еще три ремы, где они строятся, один ход. Один ход есть. В Багдаде один ход есть. В Алеппо один ход. В Мекке один ход есть. И в Дамаске один ход есть. Настроим галер, каравел. Деньги на ап имеются. Имеется. Так, отойдем пока. Пока. О, тут я решил сразу священное место строить. Так. Ну, надо башню Кахоке, вот эту фигню. Курган Кахоке. Так, в этом городе Курган Кахоке давайте, наверное, здесь. Катя Кахоке реально повезло с ней. Очень, очень, очень получается неплохо, что она тут рядом. То есть я и деньги могу получать, ее никто с моря не захватит. И она неплохие бонусы дает. Не, есть, конечно, и покруче города, но Кахоке сама по себе очень неплоха. Умса. А что так много торговых городов, государств вообще? Катя, в Кахоке так никто и не отправляет, да? Я, Катя, заметил, что компьютер, вот, нет у компьютера такого желания, например, просто три апостола, например, отправить, да? И получать какие-то эти... Компьютер обычно посылает апостолов, вот, только в том случае, если он не апостолов, а послов, если он сразу сюзеренит город-государство. Ведь его тоже где-то это прописано. То есть можно ждать, что кто-то просто одномомент, например, семь отправит. Да, видите, отсюда атакует. Ну ладно, я жду каравелл. Каравеллами я это, конечно, снесу нафиг, но Купы неприятный соперник. Не получается. Именно потому, что он сразу... Ну хорошо, что я его только сейчас встретил, то есть когда я уже могу... Так, давайте Акведук, значит, добиваем. Расти можно. Правда, не на чем. Ну вот вопрос, кампус или промышленную зону? Давайте кампус, наверное, все-таки. Будем считать, что мы тут имеем производство пока со священного места, хотя, конечно, маленькое. Я убрал лес и убрал плюс один, да? Нет слов. Короче, как всегда. Леша, как всегда. Давайте в джиде еще мы организуем. Круганка хокки. Так, вот теперь нам следующим ходом надо открывать наемников. Ставить карточку на ап и апать все мои три ремы в каравеллы. Ну тут просто стоим. Так, один заряд. Я бы, наверное, пошел в Каире. Слушайте, ну, может тогда, когда там лес можно будет высаживать? Я, конечно, так тупанул с убиранием леса. Лес, по-моему, аж только вот здесь, что ли. Да, в охране природы. Да. Так, давайте... Наверное, вот этим рабочим вот здесь курганка хокки для Каира. А этим тогда... В сани пошли, что ли? Курганка хокки вот здесь. Сделаем. Так, в Дум'Яте. Наверное, давайте сначала монумент. Тут надо, конечно, убрать уже... пшеницу и построить кампус. Чудеса все строят. Я колосс купы построил. Слушайте, он от... Это... Отступил. Это хорошо. Так, рыбацкая лодка два золота дает. Каравеллы меняем на... Стоимость в деньгах. Убираем с создания морских юнитов. Это нам еще надо. У нас в одном городе строится. Ну, это пока тоже, наверное, оставляем. Городское планирование. Да, пока так оставляем. В первую очередь апаем здесь. Потому что тут у нас корабли-купы. Где-то рядом плавают этот. Так, я сюда встану, чтобы он мне не разграбил гавань. И вот эту апнем. Теперь... Этого апаем. И... Этого давайте. Остальные ждут своей... Вообще, я могу уже плавать, на самом деле. Поплаваем, поисследуем. Раз пока не можем апнуть. Это, конечно, непривычно после пятерки. Где в пятерке надо именно апнуть юниты. И только тогда ты можешь плыть, что-то исследовать. Так, в джиде я вот тут хотел поставить курган. Послов держим. Ну, давайте с тремя откроем. Чтобы у нас была возможность, если что, мамлюка купить. Блин, три торговых пути. Можно было и наследие торговых путей взять. Так, еще и пастбище плюс пищу получает. Ну, давайте сорить, куда тут купе убежал от праведного гнева мусульман. Ну, выглядит островок очень даже приятненько. Наверное, имеет смысл тогда апнуть в мечника. Да, блин, я думал, тут дорога. Давайте даже лошадь просто сюда проведу. И надо купить будет, наверное, все-таки в Каире поселенцы и везти туда. Очень приятное место. 640 стоит. Ну, продолжаю в Кахокию. Хотя можно и на еду было отправить, между прочим. Блин, забываешь, мне тут надо до 10 вырастить город. Слушай, еще что у этой реки, у Нила, надо что-то сделать. Так, кого я тут хочу апнуть? Наверное, эту галеру пока. Это Китай, что ли? Да. А Китай-то недалеко, оказывается. А Китай-то недалеко. Короче, выходит Аравия из изоляции. И сейчас будет объяснять всем вокруг, как они неправы. Вообще, встретили Аравию. Давайте, знаете, что я отправ... Вот этот караван я из Каира отправлю куда-нибудь на еду. В Медину, скорее всего. А-а-а. Курган Кахоки на ровном месте должен строиться. Блин. Ну, тогда, наверное, имеет смысл убрать это дерево. А, блин, еще минус один. Фак. Нет, хотя от этого идет фак. Ладно, давайте обработаем. Оленей. Так, вот это не в Кахоки отправлю. Вот это я тоже на еду. Надо до семи вырастить. Алеппо. Поэтому в Медину, наверное. Тем более, что священное место еще к еду добавит. Караваном. Так, давайте здесь строителя. Здесь. Ну, можно замки открыть. Хотя нет, давайте верфи откроем. Тем более, что через Медресе проходим. А я уже тут компуса все планирую начать строить. Ну, вообще поразительно, да? У компьютера не так много науки. С другой стороны, я каких-то аутсайдеров встретил. У лидеров неизвестно сколько науки. Так, беру... Так, за веру мне, по-моему, больше ничего не надо покупать. Я вообще могу купить еще апостола на всякий случай инквизицию. Давайте я так и сделаю. Куплю апостола чисто на всякий случай инквизицию. Тем более, что это, по-моему, очки эпохи тоже даст. И больше за веру. Мгновенно строит. Но этот мне должны, по идее, и так дать. Мгновенно предоставляет броненосец. Мы тоже должны так дать. Прикол. А как это Ли Сун Син из Возрождения мгновенно предоставляет броненосец? Так, как это? Я не понял. Это реальная история? Что в Возрождении уже были броненосцы сразу? Так, подождите. Надо тут поапать юниты. А, значит, пока не принято, не могу. Блин. Ну, иди, наверное, торговую конфедерацию тут надо ставить. Квартал Медины. Ну, пока скидка в улучшении юнитов надо тоже оставлять. Новые строители. Да, пока все так оставляем. Блин. Варвары уже набили себе... Нет, я хочу убивать... Квадриремы. Не должен он лошадь убить. Куда этот рябушет с латником плывут? Как вы думаете, куда они плывут? У меня есть предположение, что они плывут, скорее всего, к единственной цивилизации, с которым у Китая война. На А начинается, на Рабиа заканчивается. Блин, да что ты тут... Пасёсся. Блин, Маури вот с их этими песнопениями... А, я тут планировал апнуть Владника 60. Ну, следующим ходом. Но я иначе не могу этот лагерь зачистить никак. Давайте вот тут Курганка Хокки и поставим. В Каире мастерская. Монумент нафиг надо, древние стены нафиг надо. Ну, Рабочего, наверное. И дальше мы... Да, Дипломатическую службу. Потом, наверное, Гуманизм и, наверное, Меркантилизм. Слушайте, а зачем мне Дипломатическая служба? Подождите. Позволяйте создавать шпионов, мне их сажать некуда. И вот эти карточки бессмысленны. Так что, давайте сразу в Меркантилизм. Тем более, что торговца я вроде как через два хода получаю. Или даже следующим ходом. Так, что ещё построили? Ката Куин. Так, этим я основываю Инквизицию. Да, получаю. Плюс один. Тут беру флотоводца. Торговец. Два хода. Ну, флотоводец, который дают броненосец, по-моему, это... Армаду... Да, блин! Финикия всё-таки начитала или что? Кто забрал у меня броненосца? Да, Финикия. Ну, надо было покупать всё-таки. А Армада тоже ничего. Что, он садился обратно, да? Жемчуг не обработан. А нафиг нам жемчуг, как бы думает Китай. Так. Ну, наверное, всё-таки продолжим... В Медину отправлять, чтобы какой-то производ... Эээ, в Медину, да. Чтобы производство какое-то было. Блин, только сейчас тут... Она, наверное, лечилась. Она лечилась, да. Тут священное место строилось. Будь я здоров, спасибо всем. Ну, святилище. Ну, тут надо всё до синагог везде строить. Да, ну, тут выглядит, что мы в Золотой Век таки выйдем. Блин, тут везде корабли Маури плавают по всей карте. Король Испании. Боюсь, у нас нет времени на разговоры. Зато есть время объявить внезапную войну. И сжечь Еретика. Поплавает он тут, блин, со своими миссионерами. Нет, пока никуда не отправляем. А, я встретил какую-то ГГшку, поедем. Магадишес. Господи, одни военные и торговые ГГшки. Нгазгаргаму я встретил. Могу больше торговых путей. Это я, наверное, рынок построил, да? Так, вот тут у нас священное место будет. Надо бы отметить. Наверное, мне надо его строить, а не... Блин, нафига я тогда экведук строил? С другой стороны, это даст соседство и для гавани тоже. Блин, ну я тогда ничего другого тут не построю. Давайте священное место все-таки пока строить. А тоже из этого города попосылать караваны. А, вот тут рынок я построил. Так. Караван. У нас все-таки из Думья-то не бегает, да? А в сане уже дофига жителей, между прочим. Блин, ну и в сане надо... Ну, короче, в сане надо дамбу строить в любом случае вот здесь тоже. Пока так. О, еще и Англия есть. Она уже с каравеллами. Ну, конечно. Фак. Все, я объявляю войну, и у нас опять проблемы начинаются. Так, ну все, я уже вышел в Золотой Век. Так что можно пока Медресе... И 10 ходов до следующей эпохи. Так что можно Медресе пока не строить. Собственно, как и... Этого не делать. Торговые пути в ваши города. Фигня полная. Предыдущий все-таки лучше был. Тоже торговец. Короче, позабирали у меня всех великих людей, которые... Мне были по нраву. Так, здесь мы караван строим. В Багдаде строим библиотеку. Давайте, наверное, лесопилку. Потом тут шахты. Так. На еду из Медины. А, дают полтора. Все-таки этот, значит, работает великий человек. Я думал, он только в другие государства. Торговые пути в ваши города дают полтора золота для каждого... А, именно что в ваши города. Как раз именно для... Да, это, оказывается, торговец очень крутой для меня оказался. Ну, не очень крутой, просто хороший именно для меня торговец. Не в чужие города, а в ваши города. Так, сначала осудите Ритика. Блин, а мог тут три фермы сделать. Троечку ферм, а курган надо было здесь ставить. Да, Леша, как всегда. Ничего нового, ничего дельного. А, блин, я же Англии войну не объявил. А, кстати, с финики и зулцами в войне тоже. Она вообще со всеми в плохих отношениях. Еще и Рарайму при этом нашел. Так что, возможно, Англия не будет сильно мною заниматься. Хочется верить. Так, пойдем-ка, наверное, убирать пшеничку там. А здесь я иду делать армаду вот из этой каравеллы. Еее. Ну, не было смысла уже ждать следующей эпохи. Слушай, там 10 ходов надо ждать. А армады нам уже сейчас нужны. Так, в Медине священное место. Святилище. Не, пока давайте тут священное место улучшим. Но есть равно, что я лидеров по науке, видите, не вижу. Шесть цивилизаций где-то впереди. Тридцать технологий. У Англии двадцать... Ну, не сказать, что тут Англия сильно далеко от меня. Так. Так, наверное, все-таки из Думьята сначала отправлю. Понимаешь, я должен и Каир вырастить, но и Думьят у меня вообще без караванов. Так, тут мы один ход в Думьяте потерпим, потому что нам надо кампус тут ставить. Я тоже, я ставлю кампус без священного места, то есть у меня не будет тут 10% к науке, например. То есть у меня не будет синергии, медресе и способности, получается. Да, это к Думьяту относится к клеточке. И этот у меня не особо пока работает пантеон, потому что, ну, ведь я клетки не выкупаю, а буквально 2 краба, ну, 3 краба. Подожди, это... А где есть рыбацкая соль? А почему тут тогда 2 еды? А, потому что тут нету непостроенная этот еще. Маяк. Смотрите, а мне китаец ведет посело, а мне даже покупать не придется, похоже. Я, наверное, тут возвращался все-таки. Надо апать, на каравеллами плавать. Так, отойду. И улучшусь. В Каире торговцы сделали. Ну, собственно, мне только в Дамаске осталось еще маяк и всех торговцев... Так. Нужен кампус, но пока невозможно это никак сделать. Мамлюк нам не нужен. Ну, давайте продолжим строителей пока. Буря далеко. Джида. Ну, кстати, Дамба даст жилье, по-моему, если я ничего не путаю. Нет. А, да, три жилья. Что это я? Три жилья. Так что не буду там убирать пока. Да, здесь мы один ход пропускаем. Все. Какая-то ГГшка. У меня ее не по Кумасе. Кумасе похоже. Нехватка счастья. Ну, развлекательный... Конечно, у меня проблема с ростом городов, на самом деле. Так, а куда? Куда, извините. Куда ты уплываешь? Блин. Куда, куда вы удалились? М-да. Убираем, значит, пшеницу. И ставим кампус. Это вообще первый кампус внезапно. Причем... А, не, что я вру. В Багдаде кампус уже есть. Второй кампус. Но не в тех городах, где стоило бы уже иметь кампуса, несомненно. Фига, конечно. Тут наклепал Маорито кораблей. Сейчас объявим войну Японии, и священный ветер камикадзе вам не поможет. Смотрите, он тут почти всех встретил, оказывается. Минус семь. Минус десять за уровень претензий. Ну вот, Япония должна быть одним из лидеров. Да, вот Япония уже... Норм. Да, тут точно нужен город. Может, даже туда уже и рабочего отправили. Хотя, блин. Хотя, блин. Давайте в Мекке вот здесь поставлю... Эту башню Кахоке. Курган. Курган. Чего я все башню называю? Башней. Так, библиотека Мидресе пока не строим. Блин, мавзолей в Геликарнасе, конечно... В Дамаске бы. Че здесь тогда? Собор Василия Блаженного. Ну, тут... Это скорее в Каире. И он, по-моему, рядом с центром, да? Да. Тоже никак. Ну, давайте... Давайте еще... Строителя. Так, по поводу Веры. Там каких-нибудь великих людей прикольных не появилось? Нет, они все стоят дорого. Даже если и появились. Есть дамба. Еее. Так. Давайте промышленную зону сначала. Потом Акведук. Блин, что-то не увидел кто там... На кого. Так, помечаем, как заключить мир. Неприемлемый пункт. Потому что я ни с кем мир... Да, кстати, это первая цивилизация, которая мне предложила мир. На самом деле. Ну, потому что я у него до хера кораблей убил. Менять ли мне тут что-нибудь? Блин, у него уже каперы. У Вара, надо быстрее этот лагерь. Блин, ну куда тут... Блин, Геликарнас. Вот я вижу, поеду, что Геликарнас построен только что. Так, куда делся посел? Красиво у него тут. Что-то странное какое-то... Приплывание юнитов какое-то странное происходит. Так, вот этот, дайте что, Караван, давайте из Мекки будем. Вот, нам надо Мекку выращивать. Семь ходов в Каире. Черт, мне уже рабочими начинает нечего делать, становиться. Мм, кстати, вот этого можно тоже апнуть. Я просто хотел бы уже карточку убрать эту на апгрейд юнитов. Три, два, один. Просто подальше от этой отплываю. А давайте с этого боку подплывем. Я так понимаю, что я, конечно, на континенте, между двумя континентами. Вот этим и вот этим. Блин, могут Каравелу убить, если кто подплывет. Дамаск нуждается в довольствии. Где-то я какие-то лишние... Возможно, стоило без коммерческих районов обойтись. Я даже не представляю, где деньги было бы мне брать. Возможно, стоило тогда религию на плюс к деньгам брать, а не плюс к науке. Ну, давайте ретро-трех лучников построим в столице. Уже машиностроение не ускорено никак. Опа. Он все-таки прорвался как-то сюда. Галеры. Ну, Маури напряженный, чувак. Так, во-первых, мы уничтожаем этот лагерь. Отлично. Во-вторых... Мутузим этот капер. В-третьих, захватываем пояс. Он мне все-таки его привел, прикиньте. Отлично. Ставим тут город. Причем ставим там, где лагерь стоял варварский. Там хорошее место. Так, тут убегаем. А если вот сюда встану, по-моему, не может меня тогда обстрелять капером. Так, ну у меня же есть курганы и в Думьяте, и в Багдаде, да? Нету смысла. Давайте в Багдад отправим лучника. Так, из Мекки у нас важнее еда именно, поэтому в Багдад. Именно еда, а не производство важнее. Потому что нам надо семь жителей. Осудить еретика. Слушайте, а распространилось, наконец, в Дамаск-то? Да господи, что такое с Дамаском? Что там атеисты какие-то, неверящие в ислам? Тусят постоянно. О, там еще свистут. Слушайте, реально сколько галер у Мауре? Вообще 485 силы осталось. Я думаю, что это последнее. Так, с огонь где-нибудь тут ворваться, чтобы пограбить, интересно. Храм в Медине покупаем в синагогу. И давайте... Ну, разведывательное управление тут надо шпионами как-то работать будет. Министерство иностранных дел нафиг надо. Покупка за веру наземных юнитов. Ну, у меня, конечно, веры нет. Разведывательное управление. Так, кампус тут. Давайте библиотеку, потом верфь. Дальше пошли замки. Банковское дело. Да, блин, из-за недовольства минус 15%. Мне как-то надо и довольство. Да, вот это... Кстати, то, что я всем объявляю войну, меня даже больше беспокоит именно, что я не могу ресурсами роскоши торговать. А не то, что там они как-то меня могут убить. Именно вот это, в этом проблема. Так, замки открыли. Против дальнобой... На, отдайте лучше. Так, сделаем. Тут берем прокачки, тут убиваем... Не убиваем. Так, ну захватить тут никто, по-моему, не может. Поселенца, так что просто сюда идем. Плывем. Я просто думал, надо ли мне защищать. Так, валим. Валим. Иначе а-та-та-т нам будут делать. По-моему, у меня одна галера осталась, да? Не апнутая. Не, две. А, вот еще одна. Ну это ладно, пускай долечится. Из Медины в Каир. Ну надо продолжать. Только в этот раз в Багдад отправим, потому что нам именно еда нужна. В Багдаде строители. Верфь, несомненно. В Дамаске гавань. Может маяк купить? Что, 12 ходов. Давайте куплю маяк. И... Блин, тут тоже несчастье. Ну, блин, довольства не хватает. Нам бы вообще в аквапарке как-то выйти. И хоть где-то их построить. Верфи 28 ходов строить, мне кажется, тупо. Их бы лучше просто купить тогда. Кампус плюс один. Священное место тоже только плюс один. Ну, кстати, вот тут акведук, да? Здесь, например, дамбу. Здесь промышленную зону. Ну или наоборот, тут такая промышленная зона, чтобы он на коммерческий район. Ну, блин, тут что-то это все... Ладно, давайте пока. Амбар, хотя тут и водяная мельница была бы неплохо. Амбар, хотя тут и водяная мельница была бы неплохо. Так, эту каравеллу давайте отправим лечиться. Мне надо было караваны пограбить. Давайте, наверное, туда... Там, я смотрю, караваны имеются. Попробуем их зажопить. Так, что я могу здесь разграбить? Фукуоку не могу грабить. Тут рыбацких лодок нету, да? Блин, так и грабить нечего. Мне бы, конечно, каперы поднастроить и ими бегать тут все грабить. Да. Вот это... Вот именно отсутствие счастья. И... Блин, все-таки захватили меня. Надо было защищать. Надо было защищать поселенца. Там кому-то помогают. Так, я могу атаковать только... Ааа, блин. Блин, еще не убиваю никого. О, отлично. Следующим ходом, по идее, должен мочь апнуть последнюю галеру и уберу карточку. На апгрейд. Так, ускорили, я так понимаю, машиностроение. Да, мне надо будет карточку поставить на счастье от гарнизонов. У меня практически везде находятся юниты как раз. Точно. Надо коня возвращать тоже куда-нибудь в гарнизон поставим. Так, шенгетти... Я в войне? В войне. Значит, грабим. А Англия с Финикией тоже в войне, да? Отлично. Блин, ничего интересного у Японии тут вообще. Что ж ты такой никакой? Ну, причем, не, он нормальный, кстати, но... Вот просто города в мою сторону, вообще взять нечего. Капер... Капер Возрождение. Где у нас ускорение... Карточка на ускорение морских юнитов Возрождение? Она вообще имеется? А, да, промышленная, значит, она уже открыта. Отлично. Отлично. Так, лучников настроили. Торговца давайте. Причем я откуда его хотел отправлять, интересно. Чего недостаточно? Счастье. Ну, это последний, да? Возможно, у меня торговец. К сожалению. Храм есть, синагогу покупаем. Верфь. Кампус могу строить. Блин, может тогда кампус лучше? Все-таки. Не, ну верфь тоже неплохо, если... Ну, блин, не, давайте тут кампус. Во всех городах, где есть священные места, у меня медресе будет офигительно много науки давать. Так, следим за поселенцем, куда он пойдет. Фига тут эти фрегаты. Он остался на месте? Причем защиту убрал. Так, значит, сначала нам надо вот эту... Ага, к сожалению, только так, значит, придется купить клетку. Слушай, дебильная клетка во многом, но потом с аквакультурой она улучшится. Так, все, значит, нам больше никакой юнит улучшать не надо, правильно? Правильно. Блин, вообще-то трехлатников надо. Фак. Ладно, третьего придется без карточки улучшить потом. Значит, это убираем. Соседство, конечно, уже тоже бы работало, но мне нужны вассалы. Потому что у меня из-за нехватки счастья медленно города растут. А, ну можно, кстати, ремесленников вместо крепостного права поставить. Я, по-моему, рабочих не строю. Да, нигде рабочих вообще нету. Поэтому отсюда ремесленники, а сюда поставим вассалов. Что дальше? Что у нас есть еще на счастье? Гражданский авторитет с двумя и более повышениями. Но у меня, по-моему, только... Вообще, по-моему, нету с двумя повышениями. Поэтому нету смысла. Наверное, треугольную торгу... Не, блин, ну производство тоже... Ладно, ничего не меняю. Пока так оставлю. Видите, здесь ноль, на самом деле. Мне в Каир надо, кстати. А, и тут ноль. Пока по нулям. С Каира на еду в Багдад. Чтоб до четырех... До десяти, наконец-то, вырос. Я смог кампус поставить. Машиностроение открываем. Там фрегаты английские. Очень мне не нравятся. Прям очень. Ладно, не буду вырубать лес. Так что я, пожалуй, свалю отсюда. Так, тут внезапно нам почему-то оставили посила. Я все-таки его защищу. Смотря тут на наличие фрега... Ну, я этого фрегата... Блин, или убить. Ладно, убью. Я теряю ход. Ладно, не поплыву тогда. Не хочу. О, а тут рыбацкие суда есть. Тогда вот эту можно разграбить. Давай с вами нас обстреляет сначала. Три хода. Три хода. Что-то Тадж-Махал могу построить на самом деле. Ну, надо ли он мне? Наверное, нет. Ладно, давайте пока монумент. Сколько у нас ходов осталось? Три. Ну, я чуть позже. Видите, я не поставил на корабля. Я все-таки чуть позже каперы буду строить. Пока у нас верфи в морских городах. Пошли в просвещение. Триста семьдесят три науки? Подожди, это как вообще? Как у человека триста семьдесят три науки? Подождите. Так. Производство шпионов. Постоянное посольство. Это нам все ничего не надо. Ну, шпионов, конечно, надо будет строить. Плюс сорок один, плюс тридцать восемь. Он сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Даже если он в каждой по театралке построил. То он что, проекты читает театральные так? Ни фига себе. Чё-то вообще как-то нездорово, мне кажется. Не, ну, триста семьдесят четыре культуры, ребята. Ребята, это как вообще? Да. Ребята, это как вообще? Ребята, это как вообще? Чё-то заиграла Калинка-Малинка, похоже. Неужели где-то Россия будет? А, нет, это не Калинка-Малинка, по-моему. Показалось. Ложная тревога, ребята. Здравствуйте, Шотландия. А вы в курсе, что мы всех ненавидим? Ну, в принципе, можно и банк построить. Так, Кахоке, слава богу, никто не планирует у меня пока перекупать. Дальше пошли... Ну, два универа мы точно построим, но в следующей эпохе, когда у нас Медресе будет, да? И этот мы тоже ускорим. А вот оружейную мы вряд ли в ближайшее время будем строить, тем более, что тут ещё и плюс производ... Ну, Каминоломина, правда, нету. Наконец-то в Золотой век хоть выйдем. Нет, что-то нездоровое. 374 культуры — это что-то нездоровое. У меня хотя бы до 10 все города вырастить. Хотя бы до 10. Это коммерческий кампус... Коммерческий кампус... Коммерческий кампус... Промышленный, научный. Блин, мне ещё священка. Блин, мне 5 районов надо в городе иметь. Ну, коммерческий и гавань. Это... Одно и то же. Я так и не разграбил, молодец. Черепаху. Лучше было бы, конечно, черепаху разграбить, а не... Крабов. 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 Какие-то лучники плывут. Просто смех на дроте. Две каравалы не могут... Корпус лучников завалить. Есть тут акведук. Теперь можно и мастерскую построить. А, слушайте, джида десяточка скоро. Ну, я мастерскую сначала построю. Так, в сане. В сане давайте промышленную зону тоже. Есть дамба. Отлично. Кстати, я что-то вообще тут не помню. Только когда в Кахоке там что-то было. Оно затапливало. А с тех пор, как я тут поселился, по-моему, ни одного не было затопления. Я уже дамбы поставил. Единственное, что вот тут теперь только может быть. Тут у меня еще дамбы нету. У Дамаска надо еще что-то построить. И все. Интересно, а если я передам эту клетку джиде, то построится. Ладно, промышленная эра. Промышленная эра уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Спонсоры канала, показайте, прямо сейчас ее могут поискать. А вкладки сообщества будет продолжение. Для всех остальных оно выйдет завтра. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.